Физкульт-привет, друзья и ученики! Досмотрите это видео до конца. Сразу предупреждаю, оно не несет в себе никакого намерения кого-либо оскорбить, чьи-либо чувства, чьи-либо верования. Выражает только мою личную точку зрения, субъективную, на определенные вещи. Не забудьте поделиться в комментариях своими мыслями по поводу всего того, что вы сегодня услышите. Посмотрел сегодня видео с утричка новая папы Смита и, мягко говоря, был шокирован. Я очень уважаю человека за его достижения в спорте. Конечно, друзья, можно верить в Бога, в Деда Мороза. Я вот лично верю в то, что мы живем в Матрице, что тоже, кстати, не отрицает Создателя. Но у каждого мира, у компьютерного мира, в том числе и у нашего мира, есть свои законы, которые изменять нельзя. Физические законы и, конкретно в нашем случае, анатомические законы. Папа Смит утверждает, что можно увеличить длину мышцы. В данном конкретном видео он говорит о длине бицепса. Показывая, на мой взгляд, такие смешные примеры, приводя в пример, извините за тавтологию, супинируя, пронируя кисть, показывая, как удлиняется и укорачивается длинная головка бицепса. Не знаю, правда, как логически это объясняет то, что можно удлинить головку бицепса. Это просто смешно, на мой взгляд. Давайте просто рассуждать здраво. Смотрите. Между костью и мышцей существует сухожилие. Все мы с вами это знаем. Чтобы убедиться в этом, я заглянул специально в свой любимый учебник по спортивной анатомии. И действительно, то, как будет выглядеть ваша мышца, зависит не от того, как вы ее будете тренировать. Ну, естественно, она может стать больше или меньше. А зависит она напрямую от того, от двух факторов. Как высоко или низко к суставу крепится сухожилие одним концом. И насколько длинное это сухожилие или короткое другим концом, которым оно крепится к мышце. Понимаете, да? Длина сухожилия определяет на то, как будет выглядеть ваш бицепс. Насколько он будет наполненным и опускаться глубоко, как можно ниже к локтю, к локтевому изгибу. И насколько в противоположную сторону будет высоким, коротким бицепс определяется длиной сухожилия. Хорошо, друзья. Если можно поверить в то, что мышцу можно как-то удлинить, то логически вытекает, что сухожилие должно как-то укоротиться. Ведь не может оно болтаться и намотаться на кость или завязаться в узелок. Логично, да? Так как сухожилие укоротиться не может, я думаю, любой с этим согласен, значит сухожилие должно превратиться в мышцу. Другими словами, Папа Смит утверждает, что с помощью тренировок можно ту часть сухожилия, которым оно крепится к мышце, условно говоря, крепится, потому что это плавно перетекает, мышца плавно перетекает в сухожилие. Получается, что Папа Смит утверждает, что с помощью упражнения мы можем с вами взять и удлинять мышцу за счет того, что будем превращать часть сухожилия в мясо. На мой взгляд, это так же бредово звучит, друзья, как и по молодости, вы многие говорили, о, ты толстый, классно тебе, значит, перегнать сало в мясо будет. Но это не так, друзья, вы знаете, что возьмите свинью, нельзя сало превратить в мясо и мясо превратить в сало. Это не так. Точно так же невозможно, друзья, взять и удлинить какую-либо мышцу. Невозможно. Если бы это было возможно, то, ну, я не говорю про себя, я все-таки лох по сравнению с теми людьми, которые стоят на сцене Олимпии, которые выступают на американском Арнольд Классик. К примеру, возьмем так на вскидку тогда, кого? Пола Дилита и Майка Матарацца из современных Денниса Вульфа. Почему эти ребята, обладая вообще всевозможным набором упражнений, лучшими тренерами, фармакологией, спортпитом, не могут опустить свои широчайшие ниже? Ведь это получается еще проще, чем удлинить бицепс. Нужно просто удлинить широчайшую, чтобы она опустилась ниже. Я не буду сейчас вспоминать людей с бицепсами короткими, профессионалов. Вы тоже для интереса пересмотрите видео, фотографии. И вы убедитесь, что у кого-то бицепс очень-очень длинный, а у кого-то он очень короткий. У кого-то есть пик бицепса, у кого-то его нет. Как вы это объясните, друзья? То есть люди тупые. И меня, конечно, удивило, что папа Смит так смело ставит себя в один ряд с Арнольдом Шварценеггером, с Ларри Скоттом. Но не будем это обсуждать, это все-таки не наша клиника. Это другой вопрос. Но, друзья, когда кто-то вам говорит, что с помощью упражнения вы можете увеличить длину мышцы, это звучит точно так же, как сало превратить в мясо, мясо превратить в сало, в воду, в вино, в вино, в воду. Не хочу никого оскорблять. И на самом деле, по большой такой идее, это, наверное, не так вредно, даже если кто-то будет в это верить. Ведь, говорят, вера переворачивает горы. Просто обидно за тех людей, которые действительно будут отказываться от каких-то более базовых упражнений и делать себе в ущерб изоляцию. У Ларри Скотта бицепсы были такими наполненными, длинными. Не потому, что он делал упражнения на пюпитре, которые потом, пюпитр этот назвали в его честь, его именем. Вовсе не поэтому. А обусловлено было природой, генетикой, папой с мамой, богом, если хотите. Тем, что подарила ему короткие сухожилия на бицепсах и очень-очень низким креплением этого сухожилия к кости. Вот и все. Как бы ни качал свои бицепсы Ларри Скотт, они бы у него были такими же. Заметьте, пика у Ларри не было. Не знаю, наверняка, но заметил, что чем короче головки бицепса, тем ярче выражен пик. Посмотрите даже на того же Шварценеггера. Он всегда демонстрирует бицепс в основном правой руки. Почему? А точно так же, как и линдовер. Потому что правый бицепс у Арнольда идеален. Он большой, наполненный, с хорошим пиком. И не потому, что он делал концентрированные сгибания, друзья. Вовсе не поэтому. Я думаю, вы уже понимаете, почему. Все заложено генетически. Это не значит, что вы не можете изменяться к лучшему, улучшать свою фигуру. Нет, любой может улучшать. Но, либо делать мышцу больше в тех заданных генетических диапазонах, либо делать ее меньше. Но, никак нельзя изменить вот эту форму. По той простой причине, что мы не можем воздействовать на укорочение или удлинение наших с вами сухожилий. Укреплять их нужно. Растягивать нужно мышцы, чтобы не было крепатуры и не получить травмы. Но, не ведитесь, друзья. Вместо этих бесполезных концентрированных сгибаний, делайте подтягивания обратным хватом, подъемы штанги на бицепс, молотки. И ваши бицепсы будут лучше, потому что они будут становиться сильнее, они будут увеличиваться в объеме. Невозможно, я хочу уточнить раз и навсегда, друзья. Воздействовать на мышцу отдельно как-то, прокачивая ее середину, прокачивая ее внешнюю или внутреннюю часть, начало или конец мышцы. Просто, друзья, это из области фантастики. Мышца всегда работает целиком и полностью. И увеличиваться она будет только по той форме, которая заложена генетически. Но тренироваться нужно. Тренироваться нужно грамотно. Если вы хотите делать это лучше всех, то приобретайте мои книжки, друзья. Отдельно мужская книжка, отдельно женская. Это квинтэнсенция знаний, практических знаний. И немножечко теоретических. Более чем 25-летнего моего опыта. Вы найдете в этой книге такие интересные мысли, идеи, которых нигде раньше никогда не встречали. Если вы взяли на себя смелость или ответственность тренировать людей, вы просто обязаны изучить эти две книжки. Обязаны. Тем более, что стоят они очень дешево. 25 долларов каждая книга. Пишите мне в личку ВКонтакте, я скажу, как вам их приобрести. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Закрытую платную группу. У нас там уже 231 человек. Где мы тренируемся по принципу периодизации, основанной на различии мышечных волокон. Мы тренируем все типы мышечных волокон. Промежуточные, окислительные, гликолитические. Все мышечные волокна мы тренируем на силу и на массу. Отдельно мы тренируемся на выносливость. Не забывайте, что на рельеф тренироваться нельзя. Если вам кто-то говорит, что можно есть тренировки на рельеф, это чушь. На рельеф на похудение можно только не жрать. То есть грамотно питаться. Все остальное от лукавого. И создано выкидышами фитнес-бизнес-индустрии только для того, чтобы якобы персонализации тренинга индивидуально, естественно, под вас. Ведь вы же прилетели с какой-то другой планеты. Выкачивать из нас с вами деньги, друзья. Не буду вас больше грузить. Всем привет. Не стоит как-то негативно относиться к папе Смиту по этой причине. Потому что каждый из нас имеет право на свое мнение, имеет право заблуждаться. Главное, чтобы не наносить вред своим ученикам, другим людям. Этот совет вред, в принципе, не наносит. Папа Смит все-таки, по сравнению с нами, достиг серьезных результатов в соревновательной деятельности. За что ему отдельный респект и привет. Я бы хотел провести с ним пару стримов у него на канале, если он не против. Я уверен, что он интересный собеседник. И я думаю, вам это было бы очень интересно. Если вам это действительно интересно, пишите папе Смиту. Делайте предложение. Тем более, что я согласен. Поговорим обо всем об этом в прямом эфире, порассуждаем. Потому что когда монолог, это одно. Диалог, это совершенно другое. И, естественно, мы не будем спорить. Я тоже не хочу спорить ни с кем с вами. Плесень, друзья, размножается спорами. А я против размножения плесени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Пишите, с чем вы согласны. Если не понравилось, смело ставьте дизлайк. Но обязательно напишите, с чем вы не согласны. И как по-вашему обстоят дела. Обязательно делитесь данным роликом в своих соц. сетях. Это лучшая благодарность каналу и мне за проделанную работу. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok